Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня хочу снять для вас новогоднее меню, что я буду готовить в этом году на Новый год, из чего будет состоять наш новогодний стол. Снимаю такое видео каждый год и уже девочки начинают спрашивать. На самом деле очень много сейчас на Ютубе в такой тематике видео. Давайте я вам расскажу, чем же наш новогодний стол будет отличаться в этом году. Я всегда хочу что-то придумать новенькое. И вообще считаю, что новогодний стол это стол, который должен отличаться от всех остальных праздничных столов. Давайте начнем с классики. Естественно, в этом году будет Оливье. Как без него? Я знаю, что сейчас, мне кажется, люди делятся на два типа. Те, кто говорят, что Новый год без Оливье это не Новый год. И второй тип людей, те, которые говорят, что это достаточно простой салат, который мы готовим и так в будни, в каждодневные такие. То есть смысла нет его готовить на праздничный стол. Я отношусь к первому. К первой категории мы редко очень готовим Оливье. Было время, когда я вообще готовила его только на Новый год. Сейчас я могу приготовить его и не только на Новый год. Но, как правило, этот салат все равно ассоциируется с зимой, с снегом, с новогодними праздниками. Салат, кстати, я готовлю по самому простому классическому рецепту. И я готовлю салат с докторской колбасой. Я знаю, что сейчас очень многие готовят с курицей. Мне кажется, с курицей это немножечко уже другой салат. Но, в общем, тут кто как любит. Второй салат, который я буду готовить, это легкий салат без майонеза. Я считаю, что такой тоже должен быть. Салат с пекинской капустой. Он есть у меня в видео. Все ссылки на салаты и на все блюда, которые я буду готовить, я оставлю в описании. Или они будут выходить вот здесь где-то подсказочкой. Он с пекинской капустой. Я его, кстати, когда готовила, я готовила его не с пекинской капустой, а с салатом. И вот мне не нравится, когда с салатом. Или еще есть айсберг. Мне нравится больше всего с пекинской капустой, с сыром моцарелла, с этими сухариками. Ну, в общем, легкий, без майонеза, с маслом. Прекрасный салатик, который будет немножечко разбавлять вот эти вот тяжелые салаты и тяжелые блюда с майонезом. Третий салат, который я буду делать, это салат, который называется Радужный. Также он есть у меня на канале. Кстати, мне написали в комментариях, что многие его называют Козел в огороде. Я не знаю, мне кажется, все-таки Козел в огороде немножечко отличается. Это салат, который выставляется на тарелку такими кучками, если можно сказать, куда входит. И очень классно, как очень классный вкус придает этому салату фиолетовая капуста. Можно использовать горошек, но я использую кукурузу, так как у меня ни в одном салате ее нет. Потом что там? Копченая курица. Так, копченая курица, кукуруза, фиолетовая капуста. Моя мама добавляла туда речку, я туда речку не добавляю. Но на самом деле все, если вам интересно, то проходите по ссылке, там будет все-все расписано, как это готовить. А, картошка фри, вот самая заморок, это я буду делать на Новый год картошку фри для этого салата специально во фритюре. Потому что у меня во фритюре она получается очень вкусная, если делать в казанчике, уже немножечко по-другому. Дальше. Всегда, каждый год я делаю какой-то салат, который не повторяется у меня из года в год, и который такой, знаете, какой-то должен быть изюминкой на торте. Самый дорогой салат. В прошлом году это был салат Босман, в этом году это салат Царский. Скорее всего, это будет не очень большая порция, потому что рыбные салаты ем только я. И сейчас расскажу вам, что именно будет в этом салате. Значит, первый слой это красная рыба. Мы всегда покупаем в брикете. Я знаю, что намного выгоднее покупать целую рыбу и самому засаливать, но у меня есть очень большое опасение, что я могу ее испортить. Мама должна была это делать, но так получилось, что родители не приедут в этом году. Дальше. Туда входят яйца, майонез, креветки, твердый сыр. Ну, это я вам сейчас, кстати, прямо по слоям. И вверху делается такая красивая, вообщем, из икры кружочек. Получается, что это рыбный салат, куда входит красная рыба, креветки и красная икра. Должно быть очень красиво и очень вкусно. Боцман очень похож, но там были кальмары. И вот как-то мне кальмары не очень, если честно. Я думаю, что с креветками должно быть повкуснее. Ну, мне так кажется. Я не знаю, насколько вообще вот это единственный салат, который я буду готовить в первый раз. Но посмотрим. Надеюсь, он нам понравится. Дальше, что касается закусочек. Очень люблю закуски и считаю, что закуски на новогоднем столе это вообще самое главное, потому что, ну, ты там съел, попробовал салатики, а смотришь новогодний огонек, хочешь что-нибудь перекусить, и обязательно возьмешь закусочку. Первая закуска, которая везде называется по-разному, у меня она называется нежность, я ее также готовила. Это закуска, когда, ссылку тоже оставлю, на противень, на вот этот специальный коврик выстилаете пластины сыра. И здесь самое главное в этой закуске, это чтобы сыр был не очень тонкий. Буквально на 3-5 минут засовываете в духовой шкаф, а расплавляется сыр, и сыр становится одним пластом. В это время вы делаете начинку, которая состоит из яиц и майонеза, и крабовых палочек. Крабовые палочки, кстати, у меня тоже только в этой закуске. Вытащили пласт, он остыл, накрыли его такими же кружочками бекона. Потом первый слой, это творожный сыр, типа Хохланда или Альметы, вот такое. И второй сыр, наша начинка из майонеза, крабовых палочек яиц. Заворачиваем рулетик, сворачиваем его пленкой, буквально там на час-полтора в холодильник. Нарезаете, это очень нежный и очень вкусный рулет. Я готовлю его на праздничные столы, и он уходит первый. Особенно, если вы скажете, в этом рулете сыр как в роллах. Все, где-где-где, я хочу. И он очень красиво, кстати, смотрится. Такой прямо очень похож на рулеты, которые подают в ресторанах. Он мне очень нравится, с ним не очень много мороки, но всегда гости его хвалят. Дальше. Закуска очень простая с помидорами, когда режешь помидорку и выкладываешь на нее тертый сыр с чесночком, с майонезом. Кто как, я знаю, кто-то с грецким орехом делает. Вообще, мой муж очень любит закуски с майонезом. Его любимая закуска – это яйцо с майонезом. Но я считаю, что в Новый год, когда и так очень много яиц и всего такого вредного, еще делать яйцо с майонезом. Поэтому я сделаю лайтовую версию. Я сделаю помидорки с сыром. Дальше. В этот раз, наверное, первый раз за нашу семейную жизнь, я никогда на новогодний стол не делаю нарезки. Ни колбасу, ни мясо, ни рыбу, ничего. Тут, короче, объясню почему. Потому что в конечном итоге все кушают салаты и закуски, а нарезки заветриваются, и на следующий день их тоже никто не ест. Мы всегда покупаем это и утром режем свеженький кусочек какого-то хорошего мяса и завтракаем. Это, кстати, вот у меня такая позиция. Но в этом году мы очень хотим с мужем сделать хорошую рыбную нарезку. Я не знаю, что мы купим туда. Я, потому что пока изучаю ассортимент, хотелось бы купить какой-то хорошей рыбы, вкусной. Я не знаю, копченой или какой, потому что муж очень хочет палтус. Я вообще очень люблю такую, знаете, рыбу, которая вот как к пиву горбуша такая, или кита. Вот что-то такое, типа копченая. Вообще я очень люблю рыбу в любой ее интерпретации. И мы хотим красиво подать. Это вообще будет, мне кажется, такое главное украшение нашего стола. Это большая нарезка рыбы. Ну и еще у меня есть такая задумка, что кроме холодных закусок я хочу сделать одну горячую закуску. Я хочу сделать жульен, но я хочу сделать жульен необычный. Я хочу жульен сделать в тарталетках. Причем в тарталетках, которые я сделаю сама из лаваша. Я подсмотрела у девушки у одной. То есть, в принципе, главное отличие этого блюда будет то, что он будет в тарталетках, сделанных мной. Я не очень люблю покупные тарталетки. Ни из песочного теста, ни из какого. И вот для меня тарталетка из лаваша, это вообще минимально и оптимально. То есть, все остальное будет то же самое, как в обычном жульене. Если хотите, то я вам обязательно тоже покажу. Будет новогодний влог, где мы это все будем готовить с супругом. Это будет вот такая а-ля горячая закуска. Ну и, естественно, будет горячая. Уже, наверное, четвертый год подряд мы готовим одно и то же горячее на Новый год. И не можем его изменить. Я пыталась в этом году найти что-то новенькое. Ничего, так мне и не приглянулось. Это картофляники с мясом. Это наше молдавское блюдо. Здесь, по-моему, картофляники называются драники, если я ничего не путаю. У меня есть рецепт на канале. Опять же, он выскочит, скорее всего. И вообще, что касается горячего на Новый год, я знаю, что многие говорят, что типа, какой смысл делать горячее. Никогда не доходит до него время. Дело в том, что нужно делать такое горячее, которое будет вкусно на следующий день. И картофляники этими отличаются, что они намного вкуснее на следующий день. Они настоятся. И они потом, мы их кушаем до 3-го числа. Положил чуть-чуть себе, разогрел. И вкусняшка. И они никак не видоизменяются. Ничего. Очень, очень вкусно. Муж у меня вообще, говорит, Марина, ну вот у меня муж, он русский, но он говорит, я просто, я считаю, что это лучшее. Горячее. Хотя я знаю, что очень многие просто делают картошку с мясом. Не знаю, как-то вот нам полюбилось это блюдо. Я ничего не могу сделать. Естественно, будут фрукты. Овощная нарезка. Фрукты я не думаю, что мы будем нарезать. Это мандарины, бананы и всё такое. Всё-таки у нас Максим тут любит фруктики. И, кстати, в этом году мы решили без сладкого, потому что в прошлом году до него даже 1-го числа не хотелось на него смотреть. Мне кажется, это немножечко лишнее. В сам Новый год мы будем, как обычно, праздновать я, мой супруг и крёстная нашей дочки. Мы так празднуем уже, наверное, третий год. Кстати, почему-то моих подписчиков смущает это. Я не знаю почему, но, в общем, не важно. Я не знаю, может быть, конечно, кто-то к нам подойдёт ещё, обсуждается это. Но двое детей будет у нас, ну как бы и наши двое детей. Вот. Потому что, может быть, тётя Серёжина к нам придёт, посмотрим. Не могу пока знать. Но кто бы ни пришёл, стол будет таким. И я всегда накрываю такой стол. Даже мы вдвоём с Серёжей были. Кстати, мы праздновали вдвоём. И было ещё больше блюд. Я не вижу в этом ничего такого. Мы спокойно... Я, кстати, никогда ничего не выкидываю. Мы спокойно потом доедаем это всё. И, конечно, набираем вес. Но что делать? Я всегда говорю, я уже на канале об этом говорила, что каким ты накроешь стол, таким будет год. Это лично моё ощущение. И у меня были примеры, когда мы очень круто, очень богато отмечали год. И он таким же и был. И после того я не могу... И однажды было наоборот. Когда я что-то поленилась. И, в общем, год так и пошёл весь наперекосяк. Поэтому нужно этому уделять внимание. Нужно уделять внимание оформлению стола, скатерти, посуде. Всё, знаете, всё в нашей жизни не случайно. Но это моё мнение. Я не хочу, конечно, его навязывать. Я просто вам говорю, чтобы вы понимали мою психологию и моё мировоззрение в этом случае. И, кстати, мой муж абсолютно меня поддерживает. И у меня такая мама, я всегда... У меня мама... Блин, вот у меня опять начинается болтологический влог. Если вы пришли только послушать про стол, извините меня. Я знаю, что не всем это нравится. Была такая ситуация, когда у меня мама работала в Москве. И она приезжала всегда на две недели, чаще всего раз в три месяца. И вот она приехала на две недели, но она приехала 20 декабря. А уезжать ей нужно было 3 января. И с 20 декабря... Вот мы понимали, что 31 декабря – это всего лишь один день. И потом мама сразу же уедет через, грубо говоря, два дня. С 20 декабря мы накрывали каждый день новогодний стол. Моя мама очень хотела насытиться этим моментом. У нас каждый день была скатерть. Мы каждый день ужинали в зале. Каждый день к нам приходили родственники. Мы получили максимальное удовольствие от этого Нового года. Я его, кстати, вспомню. Вот прям мама купила тогда все. И скатерть, и новые салфетки. У нас какие-то блюда. Ну, в общем, очень этого нам не хватало. И как бы мы компенсировали. Так что все по-разному к этому относятся. У меня знакомая есть, которая говорит для меня. Я прихожу 31 декабря, я ложу спать в 9 часов вечера и просыпаюсь, как ни в чем не бывало. Она не накрывает стол никогда. Они не пьют шампанского. Ну, то есть все же по-разному. И я, кстати, ну, никогда с ней не спорю. У нее своя. Своё мнение на этот счет без проблем. Если вам было интересно, если я была вам полезна, я буду очень благодарна, если вы поставите лайк. Напишите, как празднуете вы Новый год. И есть ли у вас какие-то, знаете, не то чтобы традиции, потому что понятно, что почти у всех одинаковая традиция собираться всей семьей. Может быть, у вас есть какой-то отдельный взгляд на этот праздник. Может быть, вы готовите только жареную картошку и так далее. Напишите, мне будет очень интересно почитать. Я всегда читаю комментарии, вы это знаете. Я всегда ставлю сердечки даже на какие-то замечания и все такое. Все учитываю, стараюсь, по крайней мере. Девочки, которые ждали это видео, я надеюсь, что я утолила вашу жажду. Вы посмотрели, извините, что так немножечко поздновато. Вот как получилось. Еще раз спасибо всем за внимание и всем пока-пока. До скорых встреч.